Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы сегодня продолжим играть в игру под названием Симулятор Искателя Сокровищ. Она читается примерно по-английски вот так. Treasure Hunter Simulator. И, ну, мой английский, конечно же, крутой. Продолжить нажимаем, да? Загрузить игру? Загрузить игру. Что хочется сказать? Мы снимали всего одну серию в режиме истории. Всего одну серию по этой игре. И, в принципе, вы хорошо меня поддержали лайками, я помню. И даже некоторые писали. Даже не один человек, человек пять, наверное, писала. Чтобы я записал вторую серию. Что даже писали кто-то, помню, под другими роликами. Мы ждем вторую часть Симулятора этого Искателя Сокровищ. Вот, собственно, наша и вторая серия появилась наконец-то. Значит, коллекции. То, что мы насобирали, то, что мы продали, то мы продали. То, что мы пока не можем купить, потому что у нас нету пока что престижа. Престиж у нас появится совсем скоро. Вот я с собой закрываю, к сожалению. Я вам скажу, сверху там, за мной полоска престижа. Надо три тысячи. А у меня тысяча восемьсот пятьдесят. Вот наша карта. Вот это наше место, куда мы сейчас на озеро отправимся. Собственно, мы там сейчас будем пытаться какие-то находить миссии, какие-то новые сокровища искать для того, чтобы наш престиж вырастал. Мы смогли в итоге все миссии на этом острове, на этом озере выполнить. Прокачать престиж, купить себе новый какой-то прибор для искания сокровищ и будем продолжать. В общем, опять-таки, чем больше лайков нафигачите мне под роликом, тем лучше, потому что я буду знать, что вам хочется продолжения. Ну, это так. Я так, конечно же, не требую. Нет, ни в коем случае. Но имейте в виду. Значит, что мы тут имеем? Я немного забыл управление. Карта у нас, букву М. Нет? А, наш планшет. Мы находимся с вами, дамы и господа, вот в этой точке. То есть нам нужно сейчас тут бродить, искать, что-то находить. Вот я вижу, что тут что-то есть. Верно, нам стоит к этому месту подойти. Возможно, нам какая-то миссия. Давайте туда, собственно, и отправимся. Только я никак не в ту сторону бегу. Вот. Мы будем идти с вами. И, в принципе, как там доставать эту штуку, свою палку? Поблизости нет сокровища рядом. Понял. То есть мы будем идти. Иногда, если будем какие-то сокровища находить, будем на них обращать внимание, дабы прокачался мой престиж. Вот. Идем. Пока что по этим хащам. Мне было бы интересно какие-то животных, каких-то животных здесь встречать. Но пока что никаких животных я не видел. О! Что-то начало пикать. Стоямба. Так, справа, видите? Если кто-то не смотрел прошлую серию, объясняю. Справа это у нас, короче, заполняется полоска такая. Ромб. Вот теперь тут где-то совсем рядом где-то находится сокровище. Надо теперь только не прозевать. В какую сторону двигаться? Где-то спереди, вот здесь. О! Нашел. Копаем. То есть мы нашли сокровище. И я говорил уже в первой серии, что мне это все напоминает... Был такой режим в Рублоксе под названием Treasure Simulator. По-моему, так тоже наживался. И там мы тоже искали сокровища. Тоже прокачивали. Тут, короче, как бы 3D-шное такое, более реалистичное, согласитесь. Но мы нашли, честно говоря, безделушку. Это у нас, по-моему, от Pepsi-Cola, либо от банки жестянки с пивом. Тут что-то еще нашли, по-моему. Так, а куда топать надо было? Кажись сюда. Нет. Может быть здесь? Но тут где-то рядом совсем. Уменьшается, видите? Увеличивается. Значит, прямо где-то. Уменьшается. Что-то где-то здесь. Где-то вот тут. Но пока нигде оно не мелькает. Должно зеленым загореться. Когда наш прибор загорится зеленым цветом, означает, что мы наткнулись на сокровище. Где-то тут рядом. Совсем рядом, между прочим. Не нащупывается. Ну где же ты? О! Есть! Нашел! Ну, давайте эти два сокровища вскопаем. На следующий день не буду обращать внимания. Пойдем попробуем выполнить квест. И надеюсь, что благодаря квесту мы больше заработаем очков престижа. Ну, гвоздь нашел. Ничего ценного, на самом деле. Ну, хлам, хлам. Но престиж растет или не растет? Я не вижу, чтобы мне давали престиж. Так, взять. А есть... Оно тут снова что-то пикает. Я хочу открыть свой планшет. Заказы. Тут нигде не указывается мой престиж. Это плеха. Потому что я бы хотел, чтобы где-то можно было его рассматривать. Заказы. Видите? Так, хорошо. Двигаемся к этому месту с квестом. Возможно... Ааа! У меня было задание на какую-то фотографию. Какие-то нужно было растения фотографировать. О! По-моему, тут надо было фоткать. Не-не-не-не. Палка это делает... Камера мне нужна. Камера. Как... Какой кнопкой камеру вызывать? Ну вот, допустим, вот так вызовем. Зет, чтобы выйти. Щелкнем. О! Вернуться к АПК. Чтобы выйти, Зет. Сфоткал растение. У меня была, по-моему, задача. Фоткать растение. Только теперь я не знаю, как мне выйти. Режим задач своих... О! Вот! А, то, что мы нашли. Ключ-кольцо. Длинный гвоздь. Можно на стройках глянуть. Проще будет. Ладно, пока просто бегу к этой точке. И надеюсь, что там какое-то задание возьмем ценное. Что-то пикает, пикает. Растение пока больше никаких не встретил. Подъем наверх. О! Подождите-ка. Почему пропало? Давайте карту поглядим. Ага. То есть здесь какое-то задание должно было быть. Бабочки летают. Порхают бабочки. А может мы здесь задание выполнили? Слушайте. Без понятия. О, домик какой-то. Но мне говорят, что нужно наверх чесать. Ну, пошли. И карта, кстати. Это наш маршрут, по которому мы уже... А мы здесь, кажется, не были. Вообще ни разу. А тут я уже обходил. Тут я бывал. Давайте вот раз туда пойдем к тому месту. Там, возможно, какое-то будет... Какое-то старинное место. А у старинных мест обычно какие-то важные ископаемые находятся. Так, на это только теперь не потеряться. Так, какие-то стрелки, кстати, я заметил. Где-то справа. Вот здесь, что ли? Ну, прямо где-то вот тут. Говорят, какое-то есть... О, начало работать металлоискатель. Ищем. Я надеюсь, что здесь что-то спрятанное... Спрятано поистине что-то очень... Очень-очень при... Очень ценное. Где-то здесь. Влево, вправо. О, где-то с этой стороны, с правой. Где-то рядом. О, пикает хорошо. Хорошо пикает. Слушай, где-то здесь. Очень. А тут даже какое-то место такое... Как будто бы здесь кто-то что-то закопал, правда? Оно выделяется таким... Камни такие какие-то более... Светлые. А в этом месте какие-то более темные. Пожалуйста, какая-то реликвия. О, реликвия. Гвоздь. Обычный гвоздь. Но это какой-то поменьше. Или что это? Гвоздь? Гвоздь. Тут был какой-то такой здоровенный. А это какой-то маленький. Короткий гвоздь. Ну ладно. Доллар стоит. И что? И больше ничего не напикает мне тут? О! Тихо, тихо, тихо. Возле домика вот этого. Вполне вероятно, что здесь кто-то возле дома мог что-то спрятать. Очень... О, вот здесь. Нет? Нет, не тут. Надо присматриваться еще на саму траву. Бывает такое. Я так понял, что именно на траве... О, 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 тут было что-то. Есть. Я надеюсь, что это какая-то ценная реликвия. Старая. Старинная какая-то вещица. А ну-ка. Есть? Я уже говорил в первой серии. Есть некий азарт в этой игре. Патрон. Какого года? От какого оружия? Гильза, гильза. Старая гильза от пистолетного патрона 45-го калибра. Распознать. А ну-ка. Может, она какая-то старинная. Какой-то из какой-то войны там. Так. Гильзы для пистолетного патрона 45-АСР. Возможно, времен Второй мировой войны. Или немного более поздний. Пистолетный патрон был разработан в 1905 году Джоном Браунингом. И завоевал широкую популярность благодаря пистолету Кольту М-1911. Табельному оружию вооруженных сил США 1911-1986 года. Вот такую мы гильзу нашли интересную. Так. Рюкзак наш пополнится. Слегонца. Ага. Тут мы нашли, получается, два вокруг этого места. Можно... Возможно, что-то найдем еще. Так что не будем терять надежды на нахождение очень редкостной реликвии. Я помню, что в первой... Когда у нас было обучение, я нашел реликвию. Это было ружье. Древнее. О! Где-то здесь. Есть. О-о. Есть. Контакт. Копаем. Есть. Раз. Два. Трис. Что же это будет? Монетка, кажется. Или пуговица. Или то, или то. Не видно было вначале. Старая пуговица. Распознаем. Так, 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 так. Это старая латунная пуговица. Вернее всего... Вероятнее всего, она была частью какой-нибудь униформы. Судя по материалу и методу изготовления. Можно предположить, что это предмет времен Первой или Второй войны. 25 долларов. Это, конечно же, хорошие деньги. Учитывая, что я просто покопал. Сделал 2-3 копка. Значит, что мы тут имеем в итоге? Мы этот дом обгуляли кругом. И, судя по всему, здесь, может быть, еще какие-то месторождения, так сказать. Или захоронения, правильно. Не месторождение. Месторождение это, может быть, какой-то уголь. Какие-то золото. Серебро. Опа! А это захоронение. Тут кто-то, может быть, что-то закопал ценное. Так, если здесь были боевые действия, значит, тут будут какие-то оружия спрятаны. Если тут были боевые действия, поэтому понятно, почему здесь мы находим гильзы. Так, подожди, подожди. О! Уменьшается, увеличивается. Непонятно, почему тут уменьшается. Тут увеличивается, да? Вот как-то оно... Почему оно уменьшается? Гляньте. О, так. О, есть! Это здесь. Есть, есть, есть. Нашел, 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 нашел. Все под контролем. Копаем. Только бы я... Я больше всего боюсь, чтобы я какой-то труп не нашел. А то если... Если я найду трупик, это же будет контент уже запрещенный для съемки на... На Твичей, на Ютубе и так далее. Так, все. Это шутка, на самом деле. Игры можно такого плана выставлять. Это старая латунная пуговица. Ага, мы такое уже встречали. Ну, 26 баксов. Берем. В любом случае, хорошая находка. Вокруг этих двух домиков стоит еще погулять немного. Вдруг что-то еще начнет пикать. О! Так. Уменьшается, увеличивается. Уменьшается. Увеличивается. Уменьшается. Увеличивается. Уменьшается. Уменьшается. Увеличивается. Но не сильно как-то оно увеличивается. Вот где-то здесь. А тут потом, вот дошел до сюда. Что-то надо поменять ракурс. О! Это вот тут. Вперед. Нет. Тут. Вот тут. О, где-то вот здесь. Уменьшается. Увеличивается. Я не могу понять, почему только до половины заполняется. Что за ерунда? Назад. Нет. Нифига не понимаю. Почему оно? Вроде бы как оно где-то вот. Вроде бы как и здесь. С одной стороны. О! Как оно хорошо увеличилось. Резко пропало. Я плохо как-то с этой штуковиной обращаться умею. Оно как бы и здесь? А! У меня, видимо, металлоискатель слабого качества. Он, может быть, не дотягивает. Может, оно сильно глубоко под землей. Может быть, такое? Видите, он до конца не может его найти. А, нет. О! Где-то здесь. Где-то вот тут прям. Нет, все в порядке. Тянет мой металлоискатель. Где-то прямо вот тут. Где-то вот, 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 вот. Прямо вот, 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 вот. Но! Подождите, подождите. Где-то вот здесь. О! Слышали? Есть контакт. Пожалуйста, что-то ценное дайте. Пожалуйста. О, боги! Пришлите мне какую-то драгоценность классную. Пожалуйста. Что там уже? А, это колышек для палатки. Это ерунда. Распознать. Это обычный колышек для палатки. Ничего ценного в этом нету. Ну, 16 баксов заработали. И зато, что это еще есть? Получено достижение. Так, куда? 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 Назад. Где-то тут что-то есть. Где-то тут что-то есть. Ищу, ищу. Обмануть хочу. Нету ничего. Не, ну где-то тут что-то есть. В принципе, да. Как это найти? Да, господи. Мне как-то сложно эта штука дается. Я просто еще не вижу, куда я иду. Вот в чем проблема. Так, пикает. Пикает, это хорошо. Вот, но где-то здесь. Тут я останавливаюсь. Вот. В эту сторону нормально. Где-то вот тут, вот здесь, вот сюда. Вот меня-то раздражает, что я сейчас вот так блуждаю. И не получается находить очень ловко. Может, это дело в тренировке? Надо больше тренироваться. И будет тогда находиться все, что я хочу. Так, бегу, бегу, бегу вперед. Бегу назад. О! Где-то здесь пикает, начинает активней. Хуже активней пикает. Вот тут как будто бы оно что-то находит. А дальше почему-то не идет. Почему так? Дальше как будто бы не хочет заполняться. Это вот как-то странно это все, честно говоря. Такое ощущение, как будто бы у меня... Мой прибор как будто бы не достает. Как будто бы у него не хватает. Тут еще подождительный домик есть. А тут возле... Тут может быть что-то сзади захоронено. Так, стрелка показывает, что можно подняться еще в гору. А куда это я иду? Ага, все верно. Ну, пошли туда вверх. Поищем, поищем. Кстати, цветы. Это цветы? Нет, это бабочки. Или цветы? Нет, это цветы. Камера буква Z была, положусь. Я буду фоткать, потому что я не помню, какие мне нужно было цветы. Я буду все подряд, которые буду встречать... Ступеньки. Вполне вероятно, что мы идем на какое-то... В какое-то тайное место. Возможно, там что-то классное спрятано. Ух ты, домик. А может быть мы здесь были? Может мы кругом как-то обошли? Да, мы подошли к этому дому. Но с другой стороны. Кругом как будто бы обошли. Ну, может быть это что-то мы тут еще можем найти. Вокруг дома обойдем. А наверх подняться выйдет? Нет, это все, это тупик. Тут мы больше ничего... Тут я пролезу? Пролезу. Хорошо. Тут, по-моему, тоже что-то пикало. Бабочки. А мне нужно бабочек фоткать? Ну, давайте сфоткаем. Пускай будет фотка. На память. О! Что-то нашлось. Как видите, как тут быстро заполняется это? Тут по-другому. А там как так тяжело? Как будто бы меня металлоискатель не достает. Где-то здесь. Где-то тут. Где же ты, моя сокровище? Бое большое. О! Я предлагаю сейчас это последнее раскопнуть. И попытаемся вернуться в меню. Вдруг у нас уже качнется... Мы довольно уже много всего достали. Во-первых, мы продадим все, что мы заработали. Выручим денежки с этого всего. О! Еще одну гильзу нашли. Распознать. Гильза для пистолетного патрона. Табельного оружия. Мы такую уже получали, гильзу. Хорошо. Получили мы это в рюкзак. Как это? Вот. Всякого-всякого всячины получили. Попробуем вернуться в кабинет. Да. Да. Продадим сейчас это. Глянем, сколько у меня престижа заполнилось. Может быть, у меня уже второй уровень есть. Я на это сильно очень надеюсь. Сейчас оценим. Так. Кликнуть надо бы на. Кликаем. Заходим. Престиж. Как и было, так и остался. Я надеюсь, что когда мы будем продавать, престиж будет расти. Вот, допустим, продать. У меня сейчас 1980. Допустим, продал. 1980. Все равно. Пуговица. 1980. А когда тогда престиж? От чего престиж растет? Что-то не догоняю. Почта. Посмотрим почту. Вот. Кто отправил это письмо не более чем... Что-что-что? Продолжение нашего прошлого разговора. В наш офис поступило сообщение от Института археологии, подтверждающее ваши успехи. Мы будем считать это первым шагом к исполнению завещания сэра. Хорошо. Это что такое? Награды. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за выполнение заказа из моего предыдущего письма. Нам удалось добиться положительного ответа, касаемого разрешения на использование территории. В данный момент наш Институт заинтересован в увеличении количества находок на территории озера Аллат. Мы благодарны за доставку любых предметов, представляющих историческую ценность. Так, то есть найти сокровище в районе озера Аллат. Берем. Это что такое? Я представитель небольшой группы инвесторов и защитников природы, заинтересованных вашей деятельностью. В нашем... Мы нанимаем фрилансеров на неполную ставку и, как нам кажется, в идеальный кандидат. Пожалуйста, завершите с нами, если приглянулось это предложение. Найти мушкетную пулю в хорошем состоянии в районе Геттисберга. Мушкетную карта Геттисберг. Но это мне пока недоступно. Отправиться могу Геттисберг. Ух ты. Наверное, за выполнение вот таких вот заданий мне будут. Почта. Заказы. В этом разделе КПК увидите все заказы. Что это такое? Награды. Найти сокровища в районе озера Аллат. Сокровища какие-то найти. Что за сокровища? Не знаю. Ботаники. Что нужно найти? Сфотографировать Веронику колесистую. Самолку обыкновенную. Клевер. Но я что-то фотографировал. Я что-то фоткал. Приложение. Сфотографировать памятник в форме пушки. Находится справа от входа. Главный. Я это выполнил или нет? Престижа. 100. Пушка. Я вот я не знаю. Приложение 2. Я это фоткал или нет? А где это надо фоткать? Геттисберг. Геттисберг. По-моему, я это не делал. Но давай попробуем. Пушку сфоткать. И эти вот заказы. Значит, еще раз давайте. Я не понимаю. Эти заказы могу во время игры открывать? Мушкетная пуля. Обновление сайта. В форме пушки. Памятник в форме пушки находится справа от входа. Вот такой. Пушку. Наверное, запомнил. И вот такой вот памятник. Хорошо. Я надеюсь, что сейчас отправляемся в Геттисберг. Попробуем. Так. Карта. Это у нас Геттисберг. Отправиться. Поехали. А как я во время игры могу свои письма открывать? И могу ли вообще это делать? Интересно. Но пушки. Я вроде как запомнил, как выглядит. А, вот. Задача. Допустим, карта. Может быть, на карте даже будут как-то отображаться они? Так. Это что такое? Точка. Вот я здесь. А это что за точка? Не знаю. Не знаю. Опа. Ага. Вот мне даже показывают. Что надо сфоткать? Так. Становимся. Фоткаем. Сфоткал. Раз есть. Обновение сайта. Задача выполнена. А вон там еще одна фотка нужда. А может, я ранее уже фотографировал? Я сейчас щелкну. Мне не сложно. Но мне еще... Пикает. Сейчас сокровище имеется. Пождите-ка. Я сначала хочу с фотографией разобраться. Так. Там что-то пикало. Обновление сайта. Задание выполнено. Ищем сокровища. Ищем драгоценность. Ищем денюжки. Ищем сокровища. О! Пикнула. Копаем. Копаем. Я сейчас хочу на карту еще вернуться. Именно в ту точку. С тем кругом. Туда попытаться добежать. Буду сейчас игнорировать. Ух ты. Это что за... Это пуговица. Точно пуговица. Ну какая-то такая здоровенная показалась мне. Давайте. А, да. Пуговица обычная. Доллар стоит. Ну и хорошо. Карта. Вот. Там был круг. Вот это меня заинтересовало. Что это за точка такая? Я правильно себя навел? Дорога. Да. По этой дороге прямо. Интересно. Возможно там какое-то сокровище. А, возможно там... Нет. Что-то надо сфотографировать. Сейчас мы заценим. Щелкает. Хорошо, что она щелкает. Но это пока обращать внимание не стоит. А мы пробежали. Мимо. А теперь мы примерно там, где нужно находимся. Да. Даже немножко правее. Вот здесь. Может быть, кажется, там какое-то нужное мне сокровище спрятано. Подо мной прямо. Он где-то здесь. О! Пикнуло. Копаем. Чикс. Всех на спокойной ночи. Копай. Что-то? Божди-ка. Какой-то шарик. Что это? Что это? Что это? Что это? Это ядро. Маленький свинцовый шарик. Вероятно для мушкета. Да. Для этих. Для пушек. Это классная штука должна быть. Должно быть дорогое. Этот шар снаряд, который использовался в мушкетах. Ну, в таких оружиях, таких старых. Если обратить внимание на его размер, то можно сделать вывод, что использовался он для стрельбы из первых мушкетов. Или даже из аркебузы. Пороховое оружие, предшествовавшее мушкетам. Это, в свою очередь, означает, что происхождение шара может датироваться периодом 15-17 века. Снаряд, используемый в мушкетах, называется именно шаром, а не пулей. Любопытный факт. Слово пуля образовалось от французского слова «болити», которое означает «маленький шар». Вот такой шарик мы заработали. 31 бакс. Это вам не хухры-мухры. Получили мы это дело, забрали себе в рюкзачок. Рюкзачок. И, в принципе, давайте отсюда мы будем сейчас убираться, вернемся в кабинет и будем ориентироваться больше на те письма, которые нам приходят. И будем стараться выполнять задания, чтобы наш престиж рос. То есть я понимаю то, что им именно этот престиж растет только тогда, когда я выполняю задания. Почта, входящие, а вот заказы. Вот получается, у нас пропало входящие заказы. Вот эти ботаники мы не выполнили. А где нужно фотографировать? Баварское озеро. И надо где-то найти еще этот клад, найти сокровище в районе озера. Аллат. Ну, озеро Аллат – сокровища. Можно попытаться их найти. А вот, кстати, мой престиж вырос. У меня стало 2330 из 300 тысяч. То есть мне надо еще 700, 670 опыта. Давайте попробуем на Баварское озеро отправиться к озеру Аллат. Баварское озеро, озеро. Нет, он нажал кнопку. Баварское озеро. А, и еще коллекция. Я хотел это продать сразу же. А чего нам не будет место занимать? Так, карта. Озеро Аллат, Бавария, Германия. Вот. Озеро Аллат. В районе озера Аллат. Ну, возможно, они имели в виду как раз... Надо вдоль берега где-то лазить. Это воды. В окрестностях воды. И тогда мы найдем то, что нам нужно. Это сокровище наверняка, во-первых, дорогое. А во-вторых, наверняка оно даст нам много этого опыта. Престижа. Значит, что? Карту откроем. Посмотрим, где тут вообще водная местность. Вот. Я вот здесь появился. Это вода получается. Правильно? Давайте пройдем... Нет, это уже какая-то река. Но это не озеро. Это просто река. Нам нужно озеро Аллат. О, там какая-то точка имеется. Все же еще она почему-то... И нам надо какие-то растения фотографировать. Я пока что не могу понять, что никаких растений они от меня хотят. Как тут именно... Вот я могу рюкзак открыть. Могу планшет таким образом открыть. А, вот заказы. Вот, могу смотреть. Ого. Вот. Все-таки могу это заказы открывать. И смотри. Баварское озеро. Озеро Аллат. Так. Ну, давайте. Вот это озеро. Озеро, озеро. Будем стараться искать сокровища вокруг этого озера. Ну и, конечно же, присматриваться к растениям. Бабочки летают. Что-то пикать начало. Что-то пикать. Но я пока не хочу на это дело останавливаться. Я хочу к озеру. О, фотка. То, что мне нужно фотографировать было. Задание. О, так это ж круто. Фоткаем. Фоточка есть. Ближе. А, вот это надо. Клевер. Или что это? Я сфоткал? О, засчитала. Ботаническое задание. Вот это озеро. Вдоль вот этого озера Как раз мне и нужно, получается, найти какое-то сокровище. Возможно, где-то здесь даже. Вперед. Надо стараться двигаться вокруг озера. И искать здесь ископаемое. Поэтому будем сосредоточиться. Ну, наверное, растение легче будет найти. Ну, увидим этот значок фотоаппарата и поймем. А, это карабин. Ну, это используют люди, которые отцепляются канатами. По канатам забираются на скалы. Доллар всего лишь. Так, ну ладно. Идем дальше пока вдоль озера. Еще какие-то цветы. Еще что-то нашлось. Ну. Ну. Почему я не могу найти? Где-то здесь, по идее. Щелк, 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 щелк. Щелк, щелк, щелк. Где-то совсем тут рядом. Щелкай, как сумасшедшая. О! Боже. Я так окови, наверное. Так, копаем. Моя собака так на говно смотрит. У тебя на клавиатуре печатная машинка. Что я нашел? Я не понял, к чему ты, мистер Фиджи? Не понял. А, колышек нашли. Распознаем. Ну, это обычный колышек. Берем. Так. Снова что-то пикает. О, у меня какое-то... О! Растение надо сфоткать. Еще одно. Нашлось. Ну, пик. Надо вдоль озера так топать и собирать. Наверное. А я нашел еще одно растение. Так. Буква Z. Поближе. О! Ботаники. Сфотографировал. Что-то еще. Так. Мне какое-то еще одно растение нужно найти. По идее. Но вдоль озера тяжело этот клад найти. На самом-то деле, как оказалось. Но я не теряю надежду, что мы в итоге его все же найдем. Этот клад. Он где-то здесь, вокруг этого озера. Просто будем... О! А что это за значок подозрительный? Может быть, где-то здесь клад? Почему здесь такой значок? Почему-то подозрительный здесь значок. Мне это красный знак этот. Мне как бы... Хочет подсказать. Не ломоп. Тут где-то очень важное сокровище рядом спрятано. Возле красного... От красного знака сделайте три шага вперед. Пять шагов назад. И будет вам счастье. Не, ну на самом деле тяжеловато. Ну, мы как бы половину задания выполнили по растениям. Будем вдоль озера. В следующей серии вдоль озера будем идти. И пытаться найти... Видите, что тут какие-то метки даже на деревьях имеются. Тут уже постоянно все пикает. То есть, надо будет вот тут все прошарить, все прособирать. Но этим мы будем заниматься с вами уже в следующей серии. Потому что мы уже и так хорошо сегодня поиграли. Хорошо сегодня нашли всего. Это, по-моему, кстати, черниной улей. Если я не ошибаюсь. Будем эту игру играть. Если вы будете меня поддерживать лайками. Будем проходить ее дальше. А с вами был Неламоп. Мы увидимся с вами совсем шкура. Совсем шкура в новых. Ага, это я сам ставлю точки какие-то. Видите, оказывается. Я думал, что это какие-то особые знаки. Видите, это я сам себе какие-то ставлю пометки. Эх, я не знал, что это я так могу ставить. Но теперь буду знать на будущее. Увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Продолжение следует.